так чек здесь ну что бумагу вы уже видели в пятерке на распродаже не было никакой бумаги вот поэтому пришлось взять по скидке без скидки купи горячую штучку и выиграть съемки в моем клипе да конечно они нам надо от тимаки кто хочет сняться в его клипе да приз представляете нас с лёшиком тимати клипе призовой фонд 3 миллиона рублей розыгрыш денежный а ну вот это более так вот покупай горячая штучка сохраняй чек регистрирует чек на частую розыгрыша я ребята это никогда вот это не не заморачивалась этими розыгрышами этими всеми узкой выигрывает кто-то меня это как-то не беспокоит так большая пачка переменей дальше фольга фольга алюминиевая не знаю что за фольга как она толщина 9 мкм мкм так ну хоть буду знать 9 посмотрю тонкая она или вообще сейчас и посмотрю хочу потому что перед этим у меня была ну в общем ну очень саянская саянская сейчас посмотрим как она толстая тонкая 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 ну ладно ну нет у нас здесь другой вот была выбора вообще нет хотела посмотреть бумагу для запекания еще мне надо вообще нет пятерки магнит мы не заходили потому что не хотели гонять ребят это если на своей машине поехали другое дело так ничего страшного там у меня есть еще немножко это так курочка для лиски лиски для бульончика для покушать потому что одну кашу она же не ест и надо с курочкой и чтоб курочки было больше чем каши вот так так это в пакетик для внуков туда кидаю потихоньку собираем изюм взяла изюм потому что изюма нет закончился у меня изюм а так вот когда пеку что-то вот нужен был изюм вот а куда в кончики в кончики я пекла можно было бы положить изюмчику но изюма не было поэтому записала себе и купила не забыла так лёшику купили сахар вот такой вот тростниковый может быть не так вредно как белый не знаю ну кажется мне что не такой вредный почему потому что подороже манка закончилась у меня манки купила вот по маме сейчас все расскажу по ценам по ценам расскажу как одна один пакет есть рассыпался мой разрыхлитель ладно еще где-то один пакетик разрыхлитель для теста купила закончился лимончик один к чаю потому что бывает вот вечером ну лёшик любит чай с лимоном в последнее время то пьет кофе раньше пил чай с лимоном постоянно а сейчас пьет кофе а я тоже я люблю вот иногда вечером попить чайку снимать апельсины вот здесь 4 апельсина турецкие до да страна происхождения турция апельсины надо кушать цитрусовые пока сезон на них сейчас надо кушать так морковки взяли взяла вот такой вот покрупней морковки потому что хочу как-то у меня нет обычно в морозилке всегда есть пакетик с морковкой а сейчас вот выдохлась нет даже в морозилке пакетика с морковкой натертой надо натереть натереть и положить пускай лежит на всякий случай мандаринку будем кушать так капустка капуста сейчас вот вот она такой вот качан большой взяла зачем для курочек курочкам прям положим вот так вот качан и они будут клевать витамины травки то нету не ну там есть крапива лежатим вешает вот веники но свежая капуста все-таки витаминчики да мы им покупаем зимой капусту просто вот качаном вот так вот и они и склевывает пускай кушает курочка нужны витаминчики они девочки работает несут яйца на несутся да не так конечно вот недавно спрашивали меня как ваши курочки несутся несутся лёшик лёш поскольку яиц ты забираешь поскольку яиц у нас курочки несут 5-6 вот даже 5-6 было 3 4 5 6 вот так ну когда в какой день то так что курочки молодцы разрыхлитель разрыхлитель один пакетик и взяли вот такой вот для лиски немножко мешать чтобы не одна курица вот говядина с языком и индейка вот такой вот тема вот детское питание лиски в кашу пока она восстановит свой желудок мне вот кто-то написал нужны бифидобактерии для собачки вот и сегодня света мне сказала вот ребята волкоградские она более-менее с собаками так вот дружит но она грумер общалась с собачками с собака водами собачками вот и говорит очень хорошо вот это лактобактерии вот эти бифидобактерии скинула мне там картинку она говорит я покупала очень хорошо вот поэтому да мы завтра поедем в киров будем ехать в киров и посмотрю там вот там есть зоомагазины и в зоомагазине посмотрю этот бактерий они должны там продаваться для восстановления вот это она говорит очень хорошо для восстановления вот этой флоры потому что там же ей промывали там все это вымыли эти все нужные бактерии поэтому так дальше что купила творожок на рынке домашний 300 рублей мужичок какой-то мы вот у нашей молочнице у кого брали надо кстати позвонить ей узнать как там с молочком потому что коровка не доилась у нее ребенок был маленький попробуем ну да вкусный вкусный творожок надо кстати позвонить и спросить как там молочком может уже есть молочком так леплюшек купил хлебушек и такой вот хлебушек с отрубями белый и с отрубями и котам купили фарш ну как обычно мы им покупаем лиля всем привет помощница да ты помощница в общем так ребята сейчас ой так фарш уже по 60 рублей в прошлом году был еще 45 по моему что-то уже 60 цены мама дорогая хавайся цены хавайся так сейчас расскажу кому интересно расскажу кому не интересно можете отключаться так капуста у нас по в общем цены буду говорить без скидок капуста 56 70 дорого до 50 капуста была по 15 рублей пипец мандарины 69 рублей апельсины 140 рублей морковка 29 рублей морковка хорошая такая вот крупненькая так дальше пюре детская 64 рубля вот это вот мы здесь на два раза виски будет это вот на четыре раза ей покушать ну и курочка там так разрыхлитель 10 рублей 10 рублей а было написано 7 вроде ладно лимоны 100 рублей изюм 300 рублей крупа манная 40 50 40 рублей 50 копеек так а ну вот эти вот печеньки вот эти детские прибамбасики 30 рублей и 30 50 тоже беру их по скидке вот смотрю на каком есть скидка такое беру так курочка для лиски 157 рублей или а не лезь на стол нельзя папия бумага 231 рубль 231 рубль но со скидкой нам вышло 207 рублей со скидкой тебе творог пахнет ты творожок любишь да ну сейчас дам подожди фольга 60 рублей сахар тростниковый 100 рублей надеюсь что хоть немножко безопаснее чем хотя сахар есть сахар не знаю нерафинированный тростниковый кусковой быстрорастворимый при употреблении в прикуску соблюдайте осторожность чтобы не повредить зубы вот так ну не написано нигде что что он безопасней ну ладно так пельмени пельмени 326 рублей ого 326 лучше бы я мясо купила на 326 килограмм ну ладно так и сахар песок 518 89 51 90 короче вот это вот все в общем чек у нас на 2 116 чек вот и а со скидкой получилось 1987 129 рублей скидка 130 рублей нормально немножко скинули и то и зато спасибо да и то уже хорошо так что такие вот наши покупки все я сказала хлеб не знаю почем лёшик покупал вот почем не знаю а так все рассказала такие вот дела ну съездили рынок очень маленький сегодня был сегодня вообще почти никого на рынке не было ну потому что обычно у нас такой хороший рынок большой по четвергам так что такие вот дела ребята не скажу что прогулялись ну пробежались в аптеку ходила мне посоветовали купить димексид на компрессы вот кстати мне там писали вот по поводу я упомянула о том что вот после операции не чувствительная кожа вокруг шрама вот где вот вокруг крану да не чувствительная кожа и вот мне аллочка написала что надо делать и при мочке компрессы из димексида димексид по моему джида по моему димексид вот один к пяти одна часть димексида пять частей воды смачивать ткань вот и помазать гепариновой мазью а сверху вот эту вот димексид димексин или димексид знаю и вот сначала полчаса подержать то или час посмотреть как если нет полчаса если нет раздражения аллергии нет значит можно держать тогда уже побольше и вот так вот делать компрессы но я зашла в аптеку не было в одну зашла не было в другую зашла аптека что-то закрыто не работала вот вот зашла потому что зашла зашла мне это продавец фармацент ответила что не работает ну завтра завтра я думаю поедем в киров и там уже в кирове спрошу не хотелось ребят грузить вот это разъезжать кататься это если на своей машине мы бы конечно да так вообще не люблю грузить людей своими проблемами своими вот этими всякими не то что проблемами а ну как сказать просьбами не люблю стараюсь всегда все сделать сама самостоятельно потому что так привыкла всегда полагаюсь только на себя но хорошо когда есть друзья хорошо когда вот позвонил друзьям и сказал ребята вот у нас вот так вот они сразу мы сейчас приедем такими друзьями надо дорожить и ценить их всем нашим друзьям привет привет ребята большой мы вас всех очень любим уважаем и очень ценим ценим дружбу с вами все ребята заговорила вас ну потому что хотела попить с вами кофейку поболтать ему кофе мы попили с ребятами вот им поболтать не получилось с вами зато поболтали с ребятами а с вами мы всегда успеем поболтать правда же в любое время ладненько все на этом все будем мы обедать сейчас вот уже ровно 12 сейчас разгребу эту кучу и будем обедать